Всем привет, мои хорошие! Вот и началась у нас весна. Сегодня весь день в свободное время проводим во дворе. С Дашенькой гуляем, то она в коляске сидит. Я навожу порядки, посеяла наконец-то все свои семена, которые собиралась сеять. Наконец-то посадила колиусы, которые нужно было, наверное, еще в феврале садить. Но ничего страшного, они успеют взойти. В общем, такое наслаждение заниматься вот этими всеми делами. У нас уже вовсю весна, все цветет и пахнет. Идешь, и такой прям аромат сопровождает. Красота! Ой, весна к нам пришла. Наслаждаемся. Ароматы стоят. Здесь все цветет. Цветы, деревья. Красота! Сегодня, правда, должна была быть хорошая погода. Я еще вчера собиралась в длительную прогулку сегодня отправиться. И сегодня действительно была хорошая погода, пока мы не вышли на улицу гулять. Ой, вишенька какая красивая цветет. Только вышли на улицу, сразу погода испортилась. И дождь пошел. Ну, такой небольшой был. Уже прекратился. Сегодня вышло видео на канале. И столько комментариев по поводу моих беляшей, так называемых. Ой, вообще. Ну, знаете, век живи, век учись. Я не знала, что их нужно как-то готовить по особому рецепту. Ну, у нас просто продавали беляши вот именно в таком виде, как я их готовила. То, что я их раскатывала, это я уже изобрела, так сказать, тоже в кавычках, изобрела такой способ, чтобы было максимально тонкое тесто. И, ну, чтобы мясо равномерно распределялось по беляшам. А они уже, получается, во время выпечки, во время жаренья подходят. И вчера зашла в пекарню, обратила внимание, продавались беляши с дырочкой. Но они, правда, были печеные. Да, Шунчик, ты чего? Ты чего? Мама снимает видео, и ты капризничаешь, да? Ой, ну вообще, сегодня начиталась, действительно. А, оказывается, в беляше нужно делать дырочку, заливать туда масло. Ой, ну, нужно будет как-нибудь попробовать сделать правильно. Я просто, как, у нас продавали такие беляши, они были очень вкусные. Ой, какой цветочек интересный. Вообще, все цветет, все цветет. Да, и еще комментарии сейчас часто встречаются, спрашиваете, показывала ли я обзор ремонта в ванной. Не, ребята, показывала, а все потому, что в ванной ремонт у нас недоделан. А недоделан он, там еще нужно купить пару шкафчиков, нужно еще зеркало купить, светильник. В общем, по мелочам достаточно много всего, все упирается в денежку. И, знаете, я сейчас придерживаюсь такого правила, не рассказывать о наших планах. Потому что, когда мы только купили дом, я имела такую вольность рассказывать о том, что мы планируем делать. И потом меня зрители стали упрекать в том, что, а вы говорили, что будете делать так, а так не стали делать. Или, а вы говорили, что в этом году будете делать это, а для этого делать не стали. Просто там начинаешь планировать одно, а потом упираешься в то, что тебе, прежде чем делать в ремонт в ванной, нужно переделать полностью систему водоснабжения. И это упирается, опять же, в деньги. В общем, поэтому я сейчас... Мы планируем, конечно, одно, но я стараюсь это не озвучивать. Тем не менее, если интересно, я могу, конечно, сегодня вот придем домой, завтра или сегодня, или завтра покажу, как выглядит наша ванна сейчас, в данный момент. Просто мы купили дом в таком состоянии, что там нужно переделывать все. И не получается так, чтобы хоп, и сделал одну комнату. Что-то я иду по этой улице, у меня такое чувство, как будто тут многие дома изменились. И я иду, отвлекаюсь. Пришли в фикс прайс, и тут сразу отдел все к Пасхе. Взяла себе для яиц вот такие вот штучки, наклеечки. Всем можно было красители взять. О, вот такие возьму. 79. Попробую вот такую вот. Наклейки не буду брать. Вот такие возьму, жемчужные. И думаю, можно было бы, наверное, в этом году попробовать выпекать пасочки. Ну, не знаю. Блин, я помню, мама как их делала. Они 350 раз подходили. Такие классные эти штучки всякие. Как-то не хочется заморачиваться. Может, какой-то рецепт есть, который легко делается. Не знаю. Ой, тут всякие украшения. Курочки, яички. Все декоративное. Не знаю, надо посмотреть в интернете. Если есть какие-нибудь рецепты куличей, без заморочек, то можно, в принципе, и попробовать. Тут сапочки продаются вот такие вот по 59 рублей. Взяла Даша в горошек шапочку. Пусть будет. Они имеют свойство теряться. Особенно, если их вот так хранить. Дашунчик оживилась сразу в игрушках. Тут есть такой вот бизи-борд. Я, наверное, возьму Дашеньке. Но ей интересно. Да, доча? Стоит 255 рублей по карте. 300 рублей без карты стоит. Тут и шестереночки, на липучках тут. Открывашки, закрывашки, шнурки. Я думаю, ей будет интересно. Да, доча? Будет тебе интересно, да? И моя сладкая. Так хочется ей игрушечки покупать. Опа. Возьмем с собой. Вот еще есть игрушка-болтушка. 300 рублей. Ну, по карте... По карте 255 рублей. Я раньше вообще без карты все покупала. Но не буду я такое и брать. Обычно дети такое боятся. Продается кинетический песок. Стоит 200 рублей. Не знаю, можно ли... Ну, тут написано от трех лет. Не знаю, можно ли ей играть с таким или нет. О, надо какие-нибудь карандашки взять. Да? Все, покачала, Леля? Тут всего интересного и недорогого. 249 рублей. Игровой набор садовник. Ой, ну я хочу взять песок этот кинетический. Не знаю. Напишите, вы в годик ребенку давали таким играть? Так, а тут набор металлический сервиз. 300 рублей стоит по карте. Вот такой вот. Блин, такой я возьму. Смотри, тут можно играть. Чай наливать. Точно металлический гремит. Так, а тут еще вот тесто для лепки есть. Ну, тоже, наверное, написано от трех лет. Да, от трех лет. Ну, это я точно возьму. Тут формочки еще в комплекте идут. О, зайка и паровозик. Блокнотики интересные. Ох, я набрала уже. А вот еще такие блокнотики прикольные. А вот еще такое есть. Легкий пластилин для лепки. Здесь 12 цветов. Здесь 12 цветов. Это тесто. 249. Здесь 99. Не знаю. Но я уже тебе взяла. Еще хотела Даше взять карандаши такие, меловые. Карандашики. Она любит порисовать. Но что-то не могу найти. Угу, Дашинчик. Смотрите, какая настенная декорация. Такое можно в ванную купить. Из искусственных цветов. Стоит 300 рублей. О, я думаю, это вязаная. А она это гипсовая. Подсвечник гипсовый. Вот еще такие штучки возьму. Кстати, в прошлый раз снимала. Многие тоже покупали. Остались довольны. Башмеллоу. А вот еще всякие украшения на Пасху. Ну, зашибись. Смотрите, что. Встреча одноклассников. Все, топаем домой. Зашла в фикс прайс. Думала, что-нибудь куплю себе на кухню. Чем-то интересное. Всегда раньше приходила. Всякое интересное было для кухни. Но в итоге набрала для Даши разных игрушек. Не знаю, насколько они прочные, долговечные. Тесто для лепки взяла. А еще перед тем, как зайти в фикс прайс, зашла в пекарню. Купила хлеб горячий. Я вообще не знала, что он горячий. Мне его в пакет положили. Я сразу пакет повесила. Сразу повесила пакет на вот такой крючочек. У меня такие крючки на коляске. Вот. В общем, мы уже подъедаем этот хлебушек. Он такой вкусный. Свежая выпечка. Да, Шуничек, на. Как в детстве. Горячий хрустящий хлеб. Кирпичик. Идешь домой и обгрязаешь корочку. Самые прекрасные моменты. В общем, зашла в фикс прайс. Как раз пахла с этим хлебом на весь фикс прайс. И хожу, и прям там хочется отломить. Но я выдержала паузу. Вот как дерево сформировали. Выдержала паузу. Вышла на улицу, обработала руки. Себе и Даше. И давай хлеб есть. Какая красота. Даша. Даша. Красиво, да? Это весна. Красиво. Дерево цветет. Да, но трогать нельзя, правильно. Оно живое. Трогать нельзя. Красота, да? Все в цветочках. Какая травка зеленая, да, доча? Ой, какая счастливая. Травка. Ты потрогай ее. Потрогай травку. Какая она классная. Трава. Вот. Потрогай, потрогай. Ой, ой. Давай я тебя придержу, а ты потрогаешь. Потрогай, потрогай. Вот так. Вот такая травка. Зеленая трава. Какая. Ты садись. Садись. Ты моя сладость. Ой, да. Присела на корточки и можешь трогать. Ты моя сладкая. Ну, палочки лучше, наверное, не трогать. Тебе нравится, дочь? Угу. Ты моя хорошая. Лапочка моя. Лапочка моя. Лапочка моя. Какая здоровская травка. Ой, какой восторг, да? Ой, как здорово. Да. Ой, чуть не дрогнулась. Вот так вот. Хе-хе-хе. Я думаю, бух. Ничего страшного. Давай посмотрим. Классно, доча? Цветочки. Красивые. Какие красивые цветочки. Они желтенькие. О. Желтенькие. Да, желтенькие цветочки. Правильно. Ой. Ты моя сладкая. Все, пойдем. Не будешь сидеть на холодной земле. Все, пришли домой. Да. Так, что тут у нас? Все разложил? А, еще не все. А, это что такое я взяла? А, яйца красить. Я уже и забыла. Все набрала. Еще зубные щетки взяла. Микушечка, тебя с собой не взяла. Масюшечка. Все здесь. Вот у нас, получается, там Леша будет разбирать. Ой, вообще эти часы не смотрятся с этим совсем. Надо одевать обратно черный ремешок. Вот. Леша будет разбирать пристройку к летней кухне. Вот ту. И получается вот этот мусор весь туда. Я и белье там сушить не могу. Дашенька, не надо в рот ничего тянуть. И негде даже сделать нам детскую площадку. Я думаю, хотя бы вот этот вот участочек может как-то накрыть его, затенить, чем-нибудь присыпать. Не знаю, здесь мусор мы строительный ссыпали, потому что там была яма. Я вот думаю, а что бы такое здесь придумать, чтобы Дашенька могла песочницу хотя бы какую-нибудь маленькую ей поставить, чтобы она игралась. Что ты там в рот уже тянешь? Нельзя. В общем, я стараюсь тут участок вообще не снимать. Потому что там у нас склад. Это яйца красить. Я сначала взяла пленку, а потом увидела такую, думаю, надо попробовать. Так, ну а тут все. Вот так надо снимать, чтобы не затрагивать тут. О, я с этой стороны сниму. А тут я посеяла зелень, потому что у меня животные стали ходить там, где я раньше. В туалет стали ходить, туда, где я раньше выращивала зелень. Я взяла корыто Микино, оно треснуло и в нем посеяла зелень. Там будет зелень у нас. Да, это твоя новая шапочка. Я надеюсь, ты не мыла ей лавочку? Забыла. У меня это, я покупала в прошлом году, как они называются? Цветочки эти. Хризантемы. И забыла про них. А они уже повылезали. Вчера Максим у меня вынес. Максим заболел у нас. Я тебе специально вынесла пакет, Макс. Ой, ну дает. А он вот так вот все заносит. Еще хочу туи докупить. Но у нас туи по 1000 рублей стоят. Может, кто посоветует, где сейчас можно туи купить. Я не знаю, подешевле. Хотя бы за 500 рублей. Ну прям очень дорогущие. Или самой уже наочеренковать. Микушка. Микушка такая шерстяная. Скоро с вас будет шерсть лезть. Из тебя есть Маси. Вон зеленью все заросло. Сейчас Мася на Мику нападет. Готовится к прыжку. Девчонки зиму прекрасно перезимовали. Я переживала, волновалась. Ну, все прошло хорошо. Двоча, на, держи. Ой, счастью нет предела. Смотри. Двоченька. Наливай чай. Железный сервис. 300 рублей стоит. Какая красота. Смотрите. Поднос. Блюдце. Если не растеряет, такая игрушка будет надолго. Я всегда думала, что фикс прайс дурацкие, дешманские игрушки. Смотри, да, Шунчик? Так. Надо пить. Так. Можно прям и водичку наливать. Даже открывается. Ой, какая красота. Боже мой. Закрывай. У тебя теперь своя посудка. Доча. Ой, хозяюшка. Хозяюшка. Собирай сервис. Раскидала, теперь надо собирать. Молодец. Молодец. Ребята, вы только посмотрите, какие у нас пауки. У меня такой же был в спальне. Ой, мамочки. Ай, бог мой. Ой, ужас просто. Он огромный. Смотрите, какой паук. И он еще и пушистый. Спрячь. Я вообще боюсь пауков. О, мамочки. Боже мой. Ты нафига сел. Сплюшь? Да. Сплющи. Ой, мамочки. Так, ребятушки. Ну и как обещала, вы просили показать ванную комнату. Она у нас еще не до дела. Нужно еще купить зеркало. Здесь я думала купить полочку. Но потом захотелось сушильную машину. В общем, у нас над стиральной машиной будет сушильная машина. Пока у нас нет даже корзины для белья. Пока вот храним вот так. Еще, конечно, все не доделано. Но главное, что чистенько. И что мне в этой комнате безумно нравится. В этой комнате у нас больше, чем в других комнатах, цветов. Очень здорово, что у нас здесь в ванной. Вот такое большое окно. Что мы его не заложили, как нам рекомендовали. Потому что у меня и здесь цветы стоят. И здесь стоят цветы. Ну и давайте пока буду готовить обед. Я немножечко с вами поболтаю. Сегодня я решила приготовить отбивные из курочки. Предварительно курицу замариновала в кефире. Ну и немножечко добавила специй. Сухой чеснок и паприку. И почему же мы не доделали ванную? Может быть, кто-то нас будет упрекать в этом. Но нам достался дом без ремонта. И хотелось бы уже довести его до ума. А если доводить до ума одну комнату, то другие комнаты будут при этом страдать. У нас подрастала Дашенька. И уже нужно было... Она уже начинала ползать. Нужно было менять полы. Потом захотелось довести до ума кухню. Потому что хочется готовить в уюте, в комфорте. Ну а теперь хочется уже довести до ума зал и прихожку. Не в плане мебели, а хотя бы доделать стены, повесить нормальные шторы. А мебель уже покупать по мере поступления средств. Ну и потом у нас дойдут руки и до мебели в ванной. В принципе, казалось бы, это все недорого, но в совокупности... Ну что, пока я готовила отбивные... Вот сколько у меня получилось. Вкусные, сочные. Дашунчик уже проснулась. Она, правда, проснулась чуть раньше. Я пока она еще гулялась в кроватке, я еще доготовила, чтобы к плите она не подходила. Все наготовила. Осталось сделать салатик и... Ой, можно будет кушать. И вот чайничек. Леша, когда сделает мне кухню, хочу попросить, чтобы он мне болгаркой... Вот эта насадка, которая очистит от краски, почистил этот чайничек. Потому что он чистый, но вот эта краска слезшая выглядит, конечно, ужасно. Это, кстати, вы мне посоветовали в комментариях. Спасибо большое. Да, доченька? Моя сладкая. И когда Леша опустит мне кухню, придется мне реально готовить на той стороне. Потому что у нас кухня настолько высоко, что Даша туда не может дотянуться. Ну и, естественно, да, мне тоже постоянно в комментариях пишут, отодвигает Таня ручку сковородки, потому что может Даша на себя прокинуть. Да, я очень за этим слежу. Я стараюсь вообще готовить, чтобы Даша или кто-то с ней был, или она гуляла в зале, или вообще пока спит готовить. А еще смотрите, какая интересная красота. У меня розочки были розового цвета. А сейчас, я не знаю, это что, другой куст, что ли, вырос? Сейчас розовые умерли, которые я обрезала. Но я вроде обрезала от этого же стебля. В общем, смотрите, они какого-то такого морковно-кремового цвета получились. Салатик пока не стала резать. Вот так покушаем с гречечкой, отбивнушки и перчик. Сочный, кстати, перец очень вкусный. Ты поснимала, давай оденем. Хочу подытожить по поводу... Ну, я эту доску называю безибордом, хотя она называется планшетом. В общем, она будоражит Дашина воображение. Даша может прям долго играть. Давай. Долго может играть, ей прям очень нравится. Вот эти дверцы все открывает, вот это двигает. В общем, ребенок в восторге. По полчаса ребенок играется. Я прям даже думаю, а что она затихла? А ну попей с чашечки. Покажи, как с чашечки. Вот так вот. Да? Сегодня будем купаться. Возьму этот чайный набор в ванную с собой. Главное, чтобы он не проржавел. Угу. В кружечку наливай. Ой, сколько счастья. Даша, в кружечку наливай. Это не так-то просто попасть, да? Быстро выливается. Наливай в кружечку. Ой. Тима, я сладкая. Вот так налила. Молодец. Молодец. Вот так. Только не пей, не пей. Понарошку надо пить. Не по-настоящему. Молодец. 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 Субтитры создавал DimaTorzok